Приветствую, братва, с вами снова Сникки Джон, и если вы являетесь стримером, то вы наверняка в какой-то момент своей стримерской карьеры делали вот так. Не обязательно с таким же дебильным выражением лица, однако суть примерно та же самая. Вы приземляетесь в травянистую местность и начинаете вращать камеру, как поехавший дегенерат. Вы делаете это потому, что в какой-то момент времени вы понимаете, что это замечательный способ проверить, как будет выглядеть стрим в экстремальных условиях. Однако есть более интересный метод, который даже не потребует запуска игры. Встречайте, её величество вращающаяся решёточка. Она уже полгода как доступна на моём патреоне, однако в общий доступ я её выкладываю только сейчас. И кое-кто уже понял, о чём же я говорю и к чему всё это ведёт. Эта решёточка, при всём при том, что весит она довольно мало и при воспроизведении не потребляет ресурсов вашего процессора, позволяет по максимуму нагрузить любой кодировщик, в котором она активна. Вы можете использовать эту решёточку для тестирования вашего ОБСа в стерильных условиях, когда игра не запущена и посмотреть, какой же максимум вы можете выжать из этой программы. Вы можете посылать видео в 150 мегабит в секунду на свой стриминговый сервер и посмотреть, при каком пресете картинка начнёт сыпаться. В общем, в игру можно не заходить офигенно. Что с того и зачем нам это всё нужно? Ну, для начала вы можете добавить на эту сцену свою веб-камеру и посмотреть, насколько при данной интенсивности движения, при данном битрейте, при данном разрешении, при данном FPS, при данном размере вашей веб-камеры, вашу веб-камеру в худшем возможном случае будет квадратить. Вы просто можете оценить размер и мыло относительно ваших стандартных настроек. Про размеры я говорю не случайно, потому что чем больше источник на сцене, тем легче сохранить его детали и тем меньшая площадь, подверженная постоянному движению. Если я увеличиваю размер своей веб-камеры, то она выглядит чище. Но если я размер веб-камеры уменьшаю, я освобождаю больше площади для активных пикселей, которые передвигаются на сцене, для камеры статичных пикселей остаётся меньше, и камера становится более мыльной. Чем больше вашей веб-камеры, тем лучше она выглядит. Ну и как я уже сказал, вы можете использовать скомпилированное готовое видео для проверки ваших серверов. Так как интенсивность движения в данном видео будет максимальная, ваш кодировщик будет загружен по максимуму, и вы узнаете пределы своих возможностей. Теперь, как же скомпилировать сцену для всего этого безобразия? На данном сайте заходим на shardstreamtest.zip и открываем этот архив. Разархивируем его в любое удобное место, и используем файлы, которые в этом архиве имеются, для того, чтобы построить сцену в OBS. Начинаем с медиаисточника и добавляем его. Для начала background, как фон. Мы выставляем опцию loop, для того, чтобы этот видеоролик повторялся на постоянной основе. Мы выбираем видеофайл warp space green blurred. В принципе, его можно будет потом переделать, как нам захочется. Растягиваем этот файл на весь экран. Он нам не сильно варен, он чисто для того, чтобы обеспечить движение в тех пикселях, которые обычно неактивные. Если вам не нравится цвет, вы можете просто применить видеоэффект, color correction, то есть коррекция цвета, и изменить hue shift. Обычно этого достаточно, можете еще поиграться с параметрами насыщенности, и подобрать тот цвет, который будет вас устраивать. Далее, добавляем источник решетки. Снова выбираем media source и делаем grid, то есть решетка. Опять же, выставляем зацикливание и выбираем этот файл distortion test. После того, как этот файл добавлен, мы можем его пару раз скопировать, ctrl-c и вставить ctrl-v, и просто заполнить недостающие места на нашей сцене этой решеткой, для того, чтобы заполнить ее всю, чтобы движение происходило везде. Вы можете использовать другой размер решетки, разрешение у нее довольно большое. И, в принципе, если вы хотите, вы можете использовать даже одну решетку на все видео, это никак не повлияет на работу. Далее есть еще один маленький тестик, чисто для фана. Это тест с летающими кружочками, просто для того, чтобы можно было увидеть, есть ли проблемы с плавностью картинки. Каждые 60, кажется, кадров, это анимация циклица, и вы просто по плавности движения этих кругов можете понять, имеются ли проблемы с плавностью FPS. Ну и раз уж у меня руки дошли до приведения этого теста в нормальное состояние, я решил сделать более грамотный тест, который состоял из вращающихся кружков. У него прерываний, как у линии, не будет. Если я также буду добавлять какие-то обновления в этот архив, то он будет доступен по этому адресу. А по этому адресу вы можете получить ранний доступ к любым моим наработкам, над которыми я работаю прямо сейчас. Надеюсь, это видео было кому-то полезно, и вы найдете применение этому хламу, который я использую на постоянной основе. С вами был Сникиджо, всем пока, всем удачи. Если вам понравилось это видео, выполняйте ютубовскую рутину. Субтитры сделал DimaTorzok